Соня, давай быстрее. Еще одна не хватает, последняя идет, Мария. Не торопится, улыбается. Это Соня. Вторая кучеряшка подошла. Ну ладно, Господи, слава Тебе. Благослови всех, кто помогает нам. Прибудь с нами, Владыка. Благослови Людмилу и Пшелую. Да будут благословения руки, дающие милостыни. Тебе слава за всеотечественный Святой Дух. Аминь. Ну так, что у меня в кармане-то? Вишняка. Слушайте маленький рассказ. Однажды мужик поспорил с барином. А у мужика дома 9 ребятишек. 9, вот такие вот, говорите. Вот кто накормит? Если я твоих свиней накормлю, а ты придешь проверять будешь, а они не будут брать, значит, я накормил. А ты моих ребятишек, если накормил, а я что-то буду давать, они не будут ездить, а что же накормил? А если попросят, не накормил. Ну и назначили большую цену. Ну ладно. Барин пришел, ребятишкам одно дал, другое, меду, сотового, гречневого, кашу с пирогами. Наелись, лежат, больше не можем. А тот пошел свиней кормить. Да, болтушку сделал с мукой, накормил, накормил. Теперь давай проверять. Вот мужик подошел, его свиней-то. Чук-чук-чук-чук, ни одна не шевелится. Хвостиками такой крути, а хвостиками коралечкой. Куру, это, будет и есть. Не одна, ну ладно. Барин говорит, ну проверяй, как я твоих ребятишек накормил. Вы наелись? Они говорят, да, наелись. А вот я вам что-то принес в кармане. Вы будете есть? Берите. Да, будем, будем. Пожалуйста, подожди, подожди. Дайте чашку мне кто-нибудь. Принеси бегом чашку. Вот. Помаленьку берите, помаленьку. Ну вот так. Бери. Давай-ка сейчас, держи чашку. Держи. Чашку разнесете. Смотри, Володя. Одна минута. Ну и кто накормил-то? Поросят накормить легче, чем ребят. Ну я уже вас накормил сейчас. Ага. Да. А еще охота, да? Да. Вот это рассказ там правильный получается. Помаленько еще бить? Нет. Вот пока пилили, а я в это время брал. И думаю, приду я вам загадку загадаю. Берите, раздавайте, взрослым дайте. Кирилла-то сегодня день рождения. Вишенка. Давайте помолимся за вас. Сейчас, 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 сейчас. У него день рождения. Никуда не расходите, сейчас будет очень важное событие. Так, станьте прямо. Станьте на свое место. Я вам уже говорил вчера, что у нас в Крещении еще принимал один отрок. Иди сюда, Леша. Как тебе фамилия? Успехов. Успехов? Фамилия-то какая. И дядя Володя Галендухин сказал, что ты любишь считать. Правда это? Да. Понимаете, он мое сердце привлек к себе. Я ему решил сделать подарок. Посмотрите какой. Близко не подходите. А, посмотрите. Иди сюда. Потом завяжем. Так, дядя Володя, подойди сюда. Посмотри, что я ему подарю. Идите, подойдите сюда. Подойдите все. Алло. Какой Алеше подарок? Один, два, три. Три тома. Новый завет, толкование. На полный, полный завет. И разукрашенных 240 иллюстраций Библии. Вот оно где. Смотри. Вау. Книжки, книжки, книжки. Во. И... А эти закладки света российского флага. Глядите. Красный, это синий, как бы зеленый. И белый. Ага. Вот это Алеша теперь хозяин. Ну, будет. Не открывать до дому, пока не приедешь. Скажешь родителям, а он хозяин. Вот смотрите дальше. Это не все. Будешь благовестовать. Благовестником будешь. Говорят закон принимать, чтобы благовестовать нельзя. Но они на этом, конечно, погорят. Садиться. Если они приняли закон, это означает, что Господь подписал указ уничтожить эту предательскую власть. Уничтожить, чтобы праха от нее не было. Запрещать Евангелие, проповедовать может только Сатана. Который действовал сначала через иудеев. Не запретили мы вам. Они говорят, кого надо жить больше слушать все. Кого? Бога или человека? Деяния апостола. Помните? Да. Деяния апостола. Так, Алеша, прими. Теперь смотри дальше, что. Это все Алеша. Эти книги я издавал. Господь давал деньги. 38 чудес Бог совершил. Книги. Вот эта книга, знаете, сейчас издача сколько стоит? За миллион. Вот по сегодняшней цене, это я ему подарил сейчас на 3 тысячи. Здесь смотри. К истовому православию. Вот эта книга, вот заголовок, прочитай, Леша. Прочитай вот здесь вот. Ну-ка. Слово Божие издание второго дополнено. Ну-ка, дальше. Автор уважает особую благодарность Климененко Владимиру Федоровичу. Главному редактору? Главному редактору газеты Алтайского государственного университета. За науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы. Каковым тиражем около 150 тысяч лет экземпляров. Еще немножко вот здесь просчитай. А ну-ка, дядя Володя, просчитай. У меня очки надо, я не вижу. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражена большую благодарность. То есть понятно. 40 лет. Вот, Леша, посмотри. 40 лет до чего. А какие темы? Вот посмотрите, какие темы. Вот я оглавление сейчас покажу.